За окнами солнышко, но погода оставляет желать лучшего, конечно же. Всем большой привет, ребята! Меня зовут Карина Аракелян, и я очень рада вновь приветствовать именно тебя на моем канале. Сегодня я снимаю видео, которое будет посвящено ноготочкам, конечно же. Как же без этого? Объясните мне, пожалуйста. Я обожаю все, что связано с ногтями, я обожаю все, что связано с каким-то творением на ногтях. В общем, это моя любимая тема, вы это прекрасно знаете. И я обожаю менять ногти каждые полторы недели. Это моя фишка. Здравствуйте, я Карина Аракелян, и я обожаю менять ногти каждые полторы недели. В общем, сегодня я снимаю для вас влоговое видео. Вы так любите смотреть видосики, в которых я показываю свою жизнь, поэтому сегодня мы вместе с вами отправляемся в мой самый любимый маникюрный салон, где вы сможете получить ответы на все вопросы. Как бы я не имею опыта мастера маникюрного салона, я не умею делать ногти кому-то, но зато обожаю наблюдать за процессом, как делают ногти мне. И у меня накопилось множество вопросов, у вас накопилось множество вопросов, которые я буду задавать сегодня мастеру, администратору салона. Вам покажут всю эту кухню изнутри, и вы в моем инстаграме писали как раз-таки эти вопросы. Ник, вы сейчас видите нас в своих экранах. Обязательно подписывайтесь, потому что туда я выкладываю очень много всего интересного. Делюсь с вами новостями. Сейчас я буквально надела маечку, штанишки, позавтракала запеканочкой. Мне уже доставили продукты, которые я вам сейчас покажу, так как я кормилица своей прекраснейшей семьи. Очень люблю заказывать продукты из интернета, точнее по интернету. В общем, не буду много балаболить, я обожаю это делать обычно в начале ролика. Сегодня вы получите ответы на все вопросы. Вам покажут весь маникюрный салон, в который я хожу уже на протяжении года. Как это все работает тоже посмотрите, узнайте. У меня было подобное видео на канале, но все равно я хочу его чуть-чуть видоизменить. К тому же мне нужно будет собрать вещи, так как я завтра в 16.00 вылетаю к Рустаму в Калининград. Мне нужно будет потихонечку собрать вещи, съездить в торговый центр, купить определенные вещи, купить подарки его родителям, его братику. В общем, сегодня много дел. Это будет видео с небольшим наклоном на ногти, на маникюрчик, но и при этом этот видос можно назвать влогом. Присаживайтесь поудобнее, запасайтесь печеньками, вкусным чаем, ставим лайки, подписываемся на мой канал. Магии подписки превращаем красную кнопочку в серую. И я вам желаю приятного просмотра. Сейчас я вам покажу продуктики, которые нам доставили. И будем потихонечку уже выезжать в маникюрный салон. Поехали! Раз в два дня, ребятки, нам присылают вот такое вот огромное количество продуктов. Точнее, я заказываю для себя и для своей семьи. Посмотрите, сколько всего я заказала. Посмотрите, сколько черешни. Сейчас я из этого чем-нибудь позавтракаю и будем с вами вместе выдвигаться. Но тут прям рай. Посмотрите, сколько еды, сколько всего я заказала. Да-да-да, такие дела. Такой вот у меня прекрасный лук на сегодня. Хотя вчера было, блин, под 30 градусов. Сегодня уже холодает. Отменили мероприятие. Отменили все вообще тусовки, которые были на сегодняшний день. Я хотела вообще еще более насыщенный влог для вас снять. Но, в общем-то, ничего страшного. Я надела кофточку. Такой у меня более спортивный лук. Потому что сегодня мне нужно будет много ходить еще и по торговому центру после маникюра. Так что вы остаетесь вместе со мной. Надеюсь, все пойдет так, как я хочу. Сейчас пойду куплю в продуктовом магазине какие-нибудь конфетки вкусные для всех девочек, которые будут в салоне. И отправимся вместе с вами уже сразу же в маникюрный салон. Погнали! Все, ребят, я резко оказалась в магазине. Сейчас выберу какие-нибудь конфетки, на фоне которых я как раз-таки сейчас стою. Наверное, возьму Мерси. Одну пачечку. И Тофи-фи. Как раз-таки последняя пачка. Вот такие вот прекрасные конфетки. Также, помимо этого, наверное, две Аленки. Все, сладости я понабрала. Можно выезжать. Я приехала на прекраснейшую точку. Что у меня с голосом? В общем, Юлю, моего мастера, придется немножечко подождать, так как я всегда такая пунктуальная. Приехала пораньше, хотя опаздывать я тоже люблю, но на маникюр точно нет. Поэтому я сейчас захожу, вручаю девчонкам сладости и жду Юлю. Вот это... Привет! Я пришла в пустой салон. Держи, это вам. Спасибо. Песняшки. Ну и настало время вас, ребятки, познакомить с администратором этого салона. Я думаю, многим было бы интересно узнать и получить ответ на какие-то вопросы. Сейчас за кадром администратор будет рассказывать, где что находится. И, в принципе, мы уже можем начинать. Пару слов. Меня зовут Александра, я администратор этой классной студии Еникюр. Я работала уже во многих салонах, и здесь мне нравится больше всех. Ну, да, естественно, мне тоже нравится больше всех, я тебе точно могу сказать. Сейчас я вам покажу вообще всю эту студию, как тут что устроено. И за кадром вам будет рассказывать Сашенька вообще что, где, как, зачем, почему. Пока мы ждем Юлю, поэтому можем начинать. Погнали! Начинаем мы, пожалуй, с кухни, ребятки. Вот так выглядит кухня, где обычно весь персонал кушает. Тут раковина, посуда, где мне делают прекраснейшее кофе. Кофемашина вот такая вот прекрасная стоит. Тут стол. И, в принципе, такое небольшое помещение, где я тоже не один раз кушала, когда, ну, как бы на маникюре мне было голодно, я захотела что-то покушать, поэтому спускалась вот сюда. Мы делали с Юлей небольшую паузу. За дверью там работает уже один из мастеров студии. И как раз-таки делают ноготочки клиенту, поэтому шум будет происходить какой-то посторонний, поэтому будьте готовы. Мы с вами выходим и сразу же перемещаемся за вот эту прекрасную, как она называется, барную стойку? Стойка администратора. Но все-таки передумала и подумала, почему бы и нет, раз мне можно везде заходить. Прямо сейчас я зайду за вот эту вот чудесную стойку и побуду буквально минутку в роли администратора. А вы со стороны посмотрите на это дело, как вообще это все выглядит. Тут находится компьютер, можно вот так спрятаться, посидеть. Как бы никто тебя не видит. Ты как будто находишься в домике, в таком комфортном домике. И как бы тут все по записям я смотрю, по номерам телефона, всех можно обзванивать. Очень интересно, как, кстати, посмотреть, кто как записан, кто куда записан вообще в этой студии. Это очень интересно. Я бы сама не справилась, если честно, потому что я не изучала это все дело, как это работает. Но, по крайней мере, я уверена, это все очень интересно. Интересно? Да. В общем-то, я побыла немножечко администратором. Посмотрите со стороны, вот с той стороны, как я выгляжу в роли администратора, пожалуйста. Такая вот Карина Аркелиян, администраторная мультационная стала. Можно записаться на процедуру, девушка? Да, можно, конечно. Вот, посмотрите, у нас тут блокнотик с ценами. Тут как раз таки все написано, что у нас сколько стоит. Так что можете посмотреть, полистать, и я вас запишу. Отлично. Сейчас камеру мне передаст администратор, который меня снимает и покажет дальше всякие секретики, интересные, что есть, что нет, что круто, что не круто, минусы, плюсы. Поэтому я забираю камеру и снимаю администратора. Смотри, выходя из кухни, можно сразу же заметить, вот эту дверь, это что за дверь? Стилизационная. Ага. У нас для этого есть отдельная комната. Ага. То есть... Я впервые сюда захожу, ребят. Можно? Здрасте. Которая у нас занимается стерилизацией. Ага. У нас идет все по правилам. То есть у нас есть сухожар, ультразвуковая мойка. Мы не просто там шигаем спиртиком, как делать в некоторых студиях. Ага. Ага. Вот так же мы ведем все журналы. Учет, стерилизация. Ага. После сухожара мы еще клеим наклеечки. Как видите, все наклеечки у нас есть. Какой личный дневник чисто. Существует того, да. Немножечко некоторые уже от времени вот валиваются. Получается, тут ведется все по чистке всех предметов. Это журнальчик по ультразвуковой мойке. То есть девочки после работы, после каждого клиента заходят сюда. Они инструменты свои обрабатывают в ультразвуковой мойке. Все споласкивают. Потом все упаковываются. Крафт-пакетик. Крафт-пакетики все подписывают. Крафт-пакетик. И все мы это значит закладываем в сухожарчик. Поэтому можете не переживать. Все инструменты у нас абсолютно стерильные. Да. Здесь у нас также есть небольшой такой складик, собственно, как во всех других студиях. Кто-то пришел. Складик с вещами. Кто-то пришел. А ну-ка, дай-ка я подсниму эту красоту. Так это происходит. Так пропускают клиента. И приходит курьер, который доставляет покушать. И эта еда отправится на кухню сейчас. В этой двери, я так понимаю, находится дальше туалет. Правильно? Да. Туалет. Все. Можем зайти, да. Можем открыть туалет, показать подписчикам. Вот такой. Это наш персональский. Персональский туалет. Супер. Хорошо. Теперь давай перейдем к самому интересному. Вообще к самой студии. К основной части. Включим там свет. Вот, и я покажу подписчикам, где обычно кипит работа. Где обычно проходят мастер-классы. Тут, я так понимаю, полностью весь материал, да, для ногтей. Здесь у нас полностью материал весь, на котором мы работаем. На котором работают наши ученицы. Вот, также у нас всякие маслечки, которые мы благодарим клиентам. Ага. Все свои мастер-классы. Мастер-классы, да. У каждого мастера есть отдельное рабочее место. У каждого мастера есть вытяжка. И не просто какая-то так пришелая вытяжка, а виракс. Ага. Чтобы мастер не запылялся и не дышал пылью. У каждого мастера, соответственно, есть свой аппаратик, свои лампы. Вот, собственно, это вот все их рабочие места здесь. Да, тут видно, что про их проходили мастер-классы, как бы. Тут можете, ребятки, поставить на паузу прочитать. Может быть, вы что-то новенькое узнаете. Также тут лежат листочки, я так понимаю, тоже, да, с мастер-класса. Да, это все наглядный материал. То есть, Юля каждую картиночку показывает. Все дословно объясняет. Никакой воды на обучении, только мясо. Все самое интересное. Все, я так понимаю, вот, ребят, посмотрите, так проходят мастер-классы. Тут вся информация, как правильно наращивать, как правильно наносить покрытие. В общем, все-все-все сразу. Такие вот листочки. И также у этой студии есть второй этаж, куда мы сейчас поднимемся. Каждому еще ученику выдается вот такая личная методичка, которая не забирается, а оставляется. Где можно самостоятельно делать пометочки, и потом, если что-то забыли, обновить свои знаки. Ага, супер. Это я. Здравствуйте. Тут у нас работают мастера. Уже работа с утра у нас в пяти. Угу. Такая красота. Тут все цвета, я так понимаю, по лакам, да? Да, да, да. То есть у нас полностью есть вся палитра. Выбор цветов просто огромный. Ага. Посмотрите, ребят, какой огромный выбор. Я ищу, кстати, сегодня на мой маникюр лаки, которые будут менять цвет по температуре. Поняли? Холодный там, например, цвет и теплый. Вот такие тут все лаки. Тут еще, ребят. И там еще. Короче, дофига. И сейчас мы пойдем туда, где я с Юлей сегодня буду находиться. Тут темно. Нужно включить свет. Это студия, внимание, ребятки, наша с Юлей, где мы сегодня будем работать. Тут такой диванчик стоит. Как бы тут написано Big Boss. Сразу все понятно. Да, сразу все понятно. Кулер с водичкой стоит, кресло. Тут буду сидеть я, тут будет сидеть Юля, которая скоро придет. В общем-то, такие дела. Так, я так понимаю, это педикюрная, правильно? Да, у нас для этого есть отдельный педикюрный кабинет. То есть здесь сидят только вы и мастер. И как часто бывает в других студиях, чьи пятки на вас не летят. И ваши, в принципе, тоже. Потому что у нас стоит офигенная вытяжка, чтобы ни мастер, ни клиент не сидел в пыли. Она очень круто все забирает. Так что вот такая прекрасная студия, ребятки. Это была последняя комната. Ну, еще, правда, есть туалет на втором этаже, куда я хожу, например. Вот такой вот. В принципе, симпатичненький. И именно поэтому, ребятки, я обожаю эту студию. За то, что тут все правильно, все стерильно, все круто. Я жду Юлию, и мы начинаем делать ногти и отвечать на ваши вопросики. Шла моя любимая Юлечка. Сейчас будем как раз-таки начинать работать. Я уже подготовила цвета. Миллиард. Вместе с администратором, да. Причем миллиард цветов. Вот эти, ребятки, светятся в темноте. А вот эти, они меняют цвет. Помимо вот этого, этот тоже светится в темноте. Как бы мы будем делать ногти, которые меняют цвет. Есть вот такой лак вот с такими оттенками. Изначально цвет фиолетовый, а также меняется в синий. Офигительно просто. Так что мы приступаем и параллельно будем отвечать на ваши вопросики. Некоторые ноготочки, ребят, мы будем перенаращивать из-за того, что у меня до этого была другая форма. Так что безымянный пальчик и большой пришлось спилить. На правой руке средний палец. Вот, так что три ноготочка мы будем перенаращивать сейчас. Все, ребятки, мы выпилили форму. Вот такая вот балерина получилась. Очень, очень, очень красивая. Прям каждый уголочек все аккуратненько сделали. Вот, сейчас будем уже что делать? Сейчас гель будем выравнивать и украшивать. Ну, моделируйте продолжайте. Все, продолжаем. Ну что, ребятки, вы задавали мне вопросики. Пока мы делаем ноготочки, я на них буду отвечать. Вы мне их писали в моем инстаграме. Ник вы сейчас видите на своих экранах. Обязательно подписывайтесь. Я отметила, на какие вопросики должна будет ответить Юля. Вот, на какие вопросы буду отвечать прямо сейчас я. Давайте начнем с первого вопроса. Болит ли спина, Карин, у тебя на протяжении всего времени, пока ты делаешь маникюр? Я бы ответила так, что ничего мне не болит. Потому что я могу менять позы спокойно. Могу повернуться, если мы делаем левую руку. Могу спокойно как-нибудь выпрямить спину. Могу ее согнуть обратно. То есть спина у меня не болит. Это прям 100%. Следующий вопрос. Какой маникюр, Карина, ты бы никогда не сделала в жизни ни при каких условиях? Наверное, маникюр инстасамки. Вот, потому что я считаю, что эти ногти, которые ей делают, это какое-то убожество. 100%. Следующий вопрос. Думала ли я вернуться к коротким ногтям? Нет, у меня никогда не было таких мыслей. У меня бывает вот как в голову шарахнет. Просто иногда сделать короткие ноготочки. Потом в итоге я думаю, что нет. Коротким ногтям я никогда возвращаться не буду. Потом в итоге опять мне охота спустя несколько месяцев сделать короткие ногти. То есть, а так, чтобы на постоянной основе? Нет, такого у меня не было. Вопрос для тебя, Юль. Спокойная ли Карина, когда вы делаете маникюр или спрашивает все подряд? Что ты скажешь? Нет, Карина максимально спокойная, когда мы делаем ногти. В принципе, она никогда ничего не спрашивает лишнего, доверяется. Мне поболтать. Да, любим посмотреть фильмы, посмеяться. Но никаких вопросов, которые вы ставили, доставали бы меня, нет. Таких вопросов нет. Карина очень спокойный и терпеливый клиент. Конечно, она не всегда любит ждать. Бывает такое, что быстрее хочется закончить. Все, быстро-быстро начинаем, быстро-быстро заканчиваем. Но тут я с ней разговариваю. Говорю, Карин, нам нужно сделать, чтобы были красивые ногти. Сюда, она успокаивает все. Мы делаем. Ну, как правило, 3 часа у нас уходит. А как раз-таки, если речь зашла о ногтях, сколько стоили мои самые дорогие ногти, которые мы делали вместе с тобой? Около какой суммы? Мы делали ногти самые дорогие с рисунками. Но всегда рисунки это дорогая работа. Они стоили около 12 тысяч. Мы делали их, по-моему, часов 6 или 7 рисовали. Алиса, в стране чудес. Да, я помню. Прежде всего, у нас все ногти не дешевые. Да, да, да. Всегда мы что-то делаем интересное. Следующий вопрос. Сложно ли делать мастерам длинные ногти? Нет, не сложно, потому что я специализируюсь на этом. И моя студия на этом специализируется. Все мастера, которые работают так же. То есть мы специализируемся на моделировании, на наращивании ногтей. И работаем постоянно с длинными ногтями. Поэтому нет, для нас это как раз-таки с короткими ногтями работать нам сложнее, чем с длинными. Но для этого нужна определенная подготовка. То есть не каждый мастер может в постоянном потоке работать с длинными ногтями. Это достаточно сложно. Хорошо. Что скажешь по поводу моей ногтевой пластины? Ногтевая пластина сама по себе уже сейчас хорошая Потому что ты постоянно ходишь ко мне Но есть немножко она трамплинообразная То есть есть свои особенности, наверное, как и у любого человека саши То есть, ну, с особенностью, но ничего такого В принципе, все стандартно Все красивенько Все красивенько Теперь вопрос, из-за чего может отслаиваться материал с ногтя Причин может быть очень много Из-за чего могут быть отслаиваться? Ну, как правило, в первую очередь Это из-за неправильного моделирования, неправильной работы мастера Тогда, когда мастер не понимает, как правильно нужно поэтапно построить Выстроить работу таким образом, чтобы этих отслойок не было Также из-за неподходящей длины, неправильной архитектуры То есть бывает, что клиент хочет сделать очень длинные ногти И, соответственно, с ними не может аккуратно ходить То есть причин тут может быть множество Но нужно разбирать и детализировано подходить к каждому процессу То есть к каждой ногтевой пластине, к каждому клиенту Все возможно, можно ходить с длинными ногтями Просто это такой процесс работы, который нужно регулировать И это должен делать мастер А интересно ли мастерам, вот тут вопрос девочка задает Слушать проблемы клиентов И как часто с тобой делятся всякими проблемами? Постоянно Всегда? Постоянно, всегда, на самом деле это же дело привычки Мастера маникюра, мне кажется, очень хорошие психологи Постоянно мы, да, выслушиваем не то, что даже проблемы А просто уже знаем, в принципе, про личную жизнь всех клиентов Всех блогеров Но никому ничего не рассказываем Оставляем это при себе Так, следующий вопрос Как долго ты обучалась на мастера по маникюру? Я училась, на самом деле, в обычной школе У меня не было возможности пойти в какую-то специализированную школу Потому что я работала Обучалась я где-то, наверное, месяц Параллельно с основной работой А потом уже поняла, что, в принципе, классическое моделирование Меня никто не может научить так, как нужно мне Я начала работать сама Выстраивать свою политику Брать модели, записывать, фиксировать И начала уже понимать, да, то есть где как бы у меня есть какие-то ошибки Исправлять их И впоследствии выработал свою технологию по наращиванию Которую сейчас как раз таки обучаю Хорошо, и последний вопрос Какое самое максимальное время у тебя уходило на ногти? То есть чтобы сделать клиенту? Ну, сначала это могло быть Когда я только начинала и работала Могло быть и 8 часов, и 10 А вообще, в принципе, самое длительное Это рисунки И бывает, что мы сидим по 6-7 часов Если мы рисуем, моделируем То есть это нормальное время С перерывами, с небольшими для клиента и для мастера Вот, а так в среднем Обычное классическое моделирование и наращивание То есть это 2-3 часа Мы, в принципе, в эти сроки всегда укладываемся Угу, все, супер Ну, а я, ребятки, сейчас буду сидеть Ждать, пока мы там мне донарастим ноготочки Еще немножечко нужно посидеть Будем укреплять мои ногти Подпиливать их И делать красивую форму После мы приступим уже к покрытию Я решила сделать френч Френч цветом, который будет меняться Из фиолетового в синий Из синего в фиолетовый Поэтому сейчас мы начинаем работать И я вернусь к вам уже потом, попозже В общем, ребятки, вот такие ноготочки прекрасные получились Они меняют цвет Как вы видите, такой градиент сейчас создался Из фиолетового в синий Это буковка R, сами понимаете, кому посвящена буковка R А на другой руке Буковка K Это тоже понятно, кому посвящена Буковка K Это Карина Мы вот такой вот дизайн сделали Он меняет цвет от холодного и горячего Вот такая вот красота Так что Сейчас, дорогие мои, я с новым маникюром Выезжаю в торговый центр Покупать приятные подарки Для родителей Руса Для братика Руса Для Руса у меня уже подготовлен подарок И в том числе я повезу себя И мне еще нужно купить одежду в зале Так что погнали вместе со мной Итак, внимание, ребят Я в примерочной выбрала себе трое шорт Голубоватые, как джинсовые Белые и черные Сейчас буду мерить 36 размер у меня Кому было интересно Как вы видите, они идеально на мне сели Поэтому можно эти даже не мерить Почему? Потому что это одинаковая модель Если я померила эти То значит подойдут и те Иду на кассу Может быть выберу себе еще какие-нибудь Футболочки или топики Но это скорее всего в зале Еще, ребят, беру вот такие очки Посмотрите, они очень подходят Под мои ногти Поэтому я обязана их взять Посмотрите, какое сочетание идеальное Как раз таки к Русу возьму эти очки Спасибо большое Идем дальше, ребят Чтобы было по красоте, ребят Решила зайти в Ойша Купила себе носочки И нижнее белье Такие дела Сейчас пойду в Зару Еще вот такие сланцы, ребят Только что взяла Понравились очень А то у меня даже сланец нет В Заре я, ребят Беру вот такой вот полосатый топ И посмотрите Черный боди Очень красивый Ой, ребятки Я резко очутилась дома Не представляете, как я устала И даже не смогла ничего для вас подснять Потому что таскать пакеты Мне было очень тяжело Надеюсь, вы меня за это простите И прямо сейчас я вам покажу Что я купила полностью От и до Так, ну помимо шорт Двух топиков из Зары Сланцев, носочков и нижнего белья из Ойша Я приобрела для младшего брата Руса Огромное количество сладостей Это шоколадка ММДэмс Нет Это ММДэмс Какой-то необычный С молочным шоколадом Буэна Киндер-сюрприз Жвачка Хуба-буба Три шоколадных зайчика И вот такая вот игра Бинбузл А для родителей Руса Я купила специальный чайничек Так как они очень любят заваривать чай Набор чайный Плюс еще помимо чайного набора Мой любимый чай А в этом наборчике Два вида чая Сладости своими руками сделанные И в общем еще много всего интересного Также для родителей Руса Я взяла попробовать Жевательный мармелад Который прям в баночке Его можно ложкой кушать Очень вкусно Прям к чаю И себе я взяла вот такие вот Четыре чехольчика на телефон Такие дела Мне еще пришли тут две посылки С обувью И с одеждой Это все мы с вами тоже скоро рассмотрим Давайте пока посмотрим кроссовочки Которые мне прислали Первая пара И вторая пара Вау 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 Посмотрите какая красивая вот эта пара Ребят Насколько она классная Просто вау А вот эта пара Вот такие кроссовки Джорданы Просто офигенные Это тоже Джорданы Они прям вот с такой разрисовкой Офигенные Как вам ребят Посмотрите Я просто в шоке В общем ребята Сейчас я буду открывать эту посылочку Мне тут прислали дофига вещей Просто с ума сойти можно Тут всякие топики Маечки Костюмы Такой Черный Белый Серый Так Разбираемся Ой ребят Только посмотрите Сколько тут одежды было Я постаралась Все максимально разобрать Это присылали с деком Поэтому половина вещей Чуть-чуть мятые Я вот в этом костюме В розовом поеду И как раз таки С этими Кроссовочками Все будет очень сильно Сочетаться И красиво выглядеть Также тут костюмы Которые я на постоянной основе Ношу Беленький Темно-серый И просто серый Вот такая вот красота Мне пришла Так дорогие мои Уже вечер Как вы видите Все шкафы открыты Потому что я уже Собираю вещи Не представляете Как я утомилась За сегодняшний день И как я сейчас Хочу спать Именно поэтому Я хочу завершить Свой влог И сказать вам Что все продолжение Вы сможете увидеть У меня в инстаграме Ник вы видите Сейчас на своих экранах Обязательно подписывайтесь Я надеюсь Вам понравилось Это видео Оно было для вас Информативное С вами была Карина И всем пока-пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok